Лучший меч на самом первом уровне в новом Skyrim Anniversary Edition. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Сагеров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И это самый, самый, еще выше надо, первый уровень. И как раз на этом уровне я и получу. Но чтобы это все было прям идеально, я выбрал расу котиков. Каджит, вашему вниманию. Удар с руки 22, плюс я кое-что купил. И да, такие перчатки можно легко купить в Ривервуде. Даже на самом, самом первом уровне. Сложность рекомендую Адепт. Можете на Легенде, можете на Вичок, как хотите, друзья. Играйте, чтобы было в кайф. Может ты ищешь что-то особенное? Да, как ты знал, я ищу особенное. И как раз-то у него в новом. Железные перчатки-забияки. И еще 10 дополнительного урона. Итого 32. Немножечко подкопили, всего лишь 664. И отличный бонус. Также, друзья, я рекомендую проходить в тяжелой броне. Но там, как вам хочется. Но все-таки тяжелая лучше всего в начале защищает. И еще, я рекомендую посмотреть мое видео Билд Гайд. Самый сильный некроман. 2.0. Ссылочка в описании. Спасибо. Спасибо. Но чтобы все это было хорошо, мы должны в начале получить ряд небольших, а может быть даже и больших, бонусов. В начале мы отправляемся. Подвезти? Да. Ну, куда едем? Мы едем в Солитьют. Залезай в повозку и отчаливаем. Открыли Солитьют. И немножечко пробежались вот сюда. Зачем? Да потому что тут мы возьмем камень коня, который дает невероятное преимущество нашему воину в тяжелой броне. Она теперь не будет нас замедлять. Плюс 100 к переносимым грузам. Это как дополнительный бонус. А вот теперь мы бежим в Солитьют. В этом прекрасном городе мы находим... Прошу, смелуйтесь над старым безумцем. Дервянина. Что тебе нужно? Мой господин покинул меня. Безумный ум, друзья. Проходим этот простенький квестик. И получаем... Ваба Джек. Лучший посох в игре. Нам он поможет. И очень сильно. Все. Все нужные бонусы мы получили. Теперь мы отправляемся в Виндхельм. Залезай в повозку и отчаливаем. В город можно не заходить. Нам нужно вот сюда. В очень-очень знакомое нам место. Тут всегда темно. И это, друзья, часовня Баэти. Огромный плюс в том, что здесь сейчас на первом уровне никого не будет, ребят. Никого. И тут мы находим... Дело чести. Новый квест. Эраниё. У неё читаем её дневник. Эта девочка является имперским историком. И ищет дайдрические артефакты. Она напала на след золотого меча катаны, который якобы выковали драконы. И в которой заключена сила дайдрического принца. Баэти. Драконы? Я думаю, имеется в виду Цаэски. Да, друзья. Этот клинок сменил множество хозяев. И последним был император Титмит II. Говорят, что золотой меч был при нём во время битвы Красного Кольца. Красного Кольца? Хм. И после битвы император решил, что такое оружие не должно быть у него. И он вернул его первому владельцу. А первый владелец был Сивдар. А Сивдар это древний нордский воин, который защищал драконов. Ну, конечно же, Цаэски. Конечно же. И мы узнаём, где находится его гробница. Она здесь. Она в Скайриме. Она недалеко от Виндхельма. Это приют Сивдара. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Так же об этом узнали поклонники Байти. И тоже хотят получить этот артефакт. Так что, возможно, мы с ними встретимся. Ладно. Забираем всё полезное. Перо. Чернильница. Как атмосферно. И отправляемся. Ага. Смотрите. Вот она. Не похоже на гробницу. Просто пещера. Но, может быть, она же как раз-то внутри. Приют Сивдара. Спрятана под землёй. Мох. Блин, как же круто, что ты можешь, знаешь, протянуть руку и сорвать. Это... Это так погружает... В игру. Опа. Члены культа Байти, друзья. Отдыхай. Ах ты, зараза. Иди сюда. Ту-ка. Давай. Меня сгорешь. Ну, конечно. Ну, а вот и гробница. Конечно. Записка культистки. У этих идиотов нет ни единого шанса. Как только завладею золотым мечом, я перебью их всех вместе с чемпионом нашего лорда. То есть с нами, да? Байти ничего не останется, кроме как сделать меня своим избранным. В своих снах я стоял над безжизненным телом чемпиона. Сжимая обагренную кровью моих врагов золотую катану. Нужно разобраться в замках имперской ученой, в заметках имперской ученой и попасть в гробницу. И тогда я восторжествую. Ух ты, какая. Фантазии культистов, да? Какие? Дверь запечатана. Можно поспать. Сейчас дневник почитаем. Сумочки ничего. Заметка о гробнице. А с этого дневника мы узнаем, что просто так нам не открыть гробницу. Нам нужны две реликвии. Первая это амулет Сивдора. А вторая это череп его врага Маграти. Но здесь не сказано, где их получить. Но наш историк был еще в коллегии Винтерхолд, в библиотеке. И возможно там находятся дальнейшие подсказки. Да, скорее всего там. А вот сюда мы, наверное, и кладем череп. Да, мой амулет. Символ моей доблести. А здесь его череп. Символ его предательства. Ой-ой-ой. Перед тем, как вступить в коллегию, желательно, друзья, сохраниться. Потому что она может дать невыполнимое задание. Например, призыв там по колдовству. А у нас она не прогачена. Так что обязательно F5 и только потом проходите ее экзамен. Переходи мост на свой страх и риск. Мне повезло. Огненная стрела. Отличная работа. А вот и библиотека. Нам сюда. И вот ее дневник. Конечно, в этом дневнике мы и узнаем, где находятся реликвии. Первое это амулет Цавдора. Он передавался по наследству. И это сыны битвы. У самого младшенького, мне кажется, забрать у ребенка это будет не проблема. Припугнем. Или заплатим, не знаю. А вот с черепом, друзья, небольшие проблемки. Потому что нам нужно в курган погребальный огонь. Наверное, там все так просто не будет. Но самое главное, мы узнали, куда и что нам нужно. Это кто? Это кто там в невидимости? Кто это? Это члены культа. Какого... Черта. Ты вообще нормальный? Помогать нет? Офигеть. А откуда они узнали? Ярость. Невидимость. Опять невидимость. Нормальная. Так вот, как они пробрались. В начале, конечно же, за амулетом. Вот кто нам нужен. Не весело, когда все тебя гоняют, почем зря. Ларсин битвы. Говорят, у отца ты получил очень старый амулет. Это так? Ага. Он мне нужен? Не дашь его мне? Ага, просто так. Ходи отсюда. Понятно. Так, давай сюда амулет запугивания. Мне кажется, на первом уровне не сработает. Убеждение. Он мне нужен, чтобы разыскать магический меч. Вряд ли на первом уровне. А вот 10 золотых? Может, несколько септимум заставить тебя передумать? За такую цену? Само собой. Амулет Сивдора. Хм. А он... А. Я думал, он каким-то свойством, но нет. Просто амулет. Уникально именной. Придется немножечко пробежаться, друзья. Вот сюда. И я, честно говоря, думал изначально, что нужно пройти полностью локацию. Нет. Сюрприз. Нас ждет в самом начале. И здесь как раз-то мы и будем надеяться на Вабаджек. У него есть шанс мгновенной смерти. Да и вообще, нам может повезти, потому что он наносит очень много урона. Очень много. Смотрите. Смотрите. Самое главное... Ой, хорошо. Он затупил. Он нас не видит. Нам везет. Он дерется с крабом. Половину жизней! Упси. Упс. Он очень сильный. Тут просто из-за того, что он охотился на своих же копии. Ну вот почему Вабаджек. Это невероятнейшее оружие для всех. Ух ты. Сладкий рулет. Спасибо. Череп Маграти. Друзья, у нас есть все. Ну что? Вскроем... Гробницу. Сюда. Амулет. А сюда череп. Вау. Осмотреть гробницу. Опа. Смотри-ка. Ну, здравствуй. Первоуровневый... Драугр. Я думал, сразу будет. Обычно... Интересненько. Ух ты. Какой приятный бонус. Все, заберем. Эксперт. Это средний сундук. Но лутик тут может быть хороший. Самое главное, разогрейте. А только потом... Пытайтесь открыть. Потому что только так... Любой замочек... Будет открываться... Мне кажется... Легче. Двадцать шесть монет. Хотел их там оставить. Ладно. Бывает и в маленьких... Ух ты. Смотри, парочка. Сидит, отдыхает. Ага. Да-да-да-да-да. Баю-бай. Прикольно так сидел. Микстура здоровья. Успокоение магия. Прикольно. Насколько большая эта гробница. Я так понимаю... Ловушка. Опа. Идем дальше. Не спеша. Можно туда. Но мы, наверное... Пойдем-ка сюда. На лавочке. Привет, дружок. На вечный покой. Так, там проход завален. Слушайте, а прикольно сделали. Новая гробница. Две монетки. Я еще такого не помню. На лавочке. Типа место занято, да? Так. Тут ничего. Здесь. Ай. Знаете что? Что-то мне кажется, сейчас будет какой-то бой. Если мне немножечко. Совсем немножечко. Забрать золотой меч. И все. Ни с кем драться не нужно. Железная броня. Делал обзор. Изменения. Что-то мне кажется, сейчас выскочат ребята. Как только я возьму. И вот он, друзья. Золотой меч. Урон 17. И между прочим, это базовый урон драконьего меча. И все это на самом первом уровне можно получить. Ну, конечно. Слушайте. Так это... Страж. Такой слабенький. Серьезно? Вау, 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 вау. Нет, 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 нет. Что еще? Ну, еще один плюс, почему лучше проходить на первых уровнях. Друзья, мы получили... Меч. Урон 17. Наносят противнику 30 единиц урон огнем. Подожженные несут дополнительный. Золотая катана. Хочу напомнить, друзья, что золотая катана впервые еще появилась в The Elder Scrolls 3 Morrowind. Потом в четвертой части Древних Свитков. И вот она в Скайриме. Офигенная. Напомню, что урон огнем вы можете разогнать до 56. Как это сделать? Просто-напросто, в разрушении, вы качаете два раза усиленное пламя. И находите маску Азидала. На острый Солстейм, квест раскопки Курган Кольбьер. Которая увеличивает урон огнем на 25%. Но даже без этих бонусов, вы получаете невероятное преимущество. Золотого огненного меча. Ух. Смотрится очень недурно, друзья. Вы только посмотрите. Качественно и прекрасно вписываются в мир Скайрима. А что скажете вы? Делитесь комментариями. Кстати, я еще видел, что был добавлен новый загрузочный экран. Да, с этим мечом и немножечко его истории. Друзья, на этом все. Поддержите видео. Напишите ваше мнение. Подписывайтесь. И нажимайте колокольчик. Счастья и здоровья вам в новом 2022 году. Пока.